МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». И мы в прямом эфире. Я не один, я делал анонсировку. Александр Шевченко, старший пастырь церкви. Дом хлеба, Калифорния, Престольный град, Сакраменто. Приветствую. Приветствую, Юрий. Спасибо за приглашение. Алекс, я специально имел с тобой разговор и пожелал пригласить. Почему? Вызвано частично тем, что в рамках одного из последних эфиров программ «Влияние» прозвучала, так сказать, небольшая критика в твой адрес. И оно было... Хотя все наши, так сказать, ведущие, они в рамках своих возможностей, способностей и делегированных им полномочий, им, они молодцы. Но вот прозвучала некоторая критика в адрес того, твоя позиция относительно такого, ну как сказать, помоги мне такого понятия. Мы все боимся сказать. Боимся, боимся. Вокруг это все конфликты и все эйфории. И мы будем об этом говорить. Мой первый вопрос. Когда со всех сторон идет критика, со всех сторон. До эфира ты говорил, масса критики несется в твой адрес, масса. Какая первая реакция у тебя обычно? Можно в качестве ответа я прочитаю одно из удивительных коротких стихотворений Булата Акуджавы? А ну-ка. Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той уже неверной дорогой. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга. Мы думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу. Как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет. А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. Мне так нравится, была так у Джава вообще. Макаревич исполнял эту песню. Мне кажется, что, как в любой ссоре, в любом конфликте, люди перестали слушать и перестали слышать. Я убедился, Юрий, что бы я ни говорил, как бы лаконично я ни говорил, как бы обоснованно я ни говорил, очень небольшой процент людей способен слушать и вообще вести диалог. Я думаю, у русских вообще, ну, у славян, нет культуры спора. Я когда-то был свидетелем разговора на радио, когда человек не мог доказать свою точку зрения, звонил человек в эфир и не мог доказать свою точку зрения ведущему. И знаешь, чем он закончил? Он сказал, я тебя поймаю, я тебе морду набью. У нас нет культуры спора, мы не умеем вести диалог. Ну, я приложу толкование, о чем идет речь. Нашумевшая в некотором роде книга, которая вышла из-под пера твоего, это церковь и гражданское общество. Об этом мы и говорим сегодня. Почему я не озвучил вначале, хотя стоило это сделать. То есть, наверное, и такой реакцией, и вызванными спорами, вызвана была тем, относительно твоего мнения, и ты конкретно утверждаешь, что это твое мнение. Разумеется, да, выверенные, молитвенно обоснованные, насколько я мог, раз в десять перечитанные, ну, выверенные, вот хорошее русское слово, да, осмысленные, потому я боюсь просто душевных реакций. Когда мы прикасаемся к горячей плите, мы дергаем руку, это естественная реакция на боль, да. Когда нас обозвали, когда нас критикуют, у нас есть естественная реакция. Да. Дать сдачу. Но почему Христос так говорит, подставь другую щеку, сознательно останови процесс, вот так я понимаю Евангелие, останови процесс, потому что ты заводишься с полуоборота, ты заводишься, и что получается? Как бы маятник пошел раскачиваться, да. Ах, ты так, а я тебе, а ты, а я, да ты знаешь, на кого ты. И поехали, и мы уже не можем остановить этот маятник. Потому Христос как бы иррациональный совет дает, да, опереди этот процесс. Тебя ударили, а ты возьми, подставь другую щеку. Человек сконфузится, он не поймет вообще, что происходит. То есть, потому я, основную мысль в книге и вообще в своем понимании, основная мысль заключает в том, что мы другое общество. Если мы говорим о церкви, если сейчас мы говорим с людьми, причисляющими себя к церкви, мы говорим совершенно о другой группе людей, в которых есть элемент новой природы. Это значит нового мировоззрения, новой, другой, отдельной оценки ситуации. Короткая иллюстрация. Если ты помнишь, в Израиле имел место такой случай, какой-то аманитянин, там царь Моавицкий, Наас осадил город Иавис. И жители Иависа с позволения этого же Нааса прибежали в Гиву Саулову и сказали, помогите нам, Наас разрешил нам, если в течение трех дней мы не получим помощи от ближайших городов, он у нас выколет один глаз, наложит бесчестие на Израиль. И они пришли в другой город, к евреям, к своим братьям, просить помощи. Реакция. Реакция на эту новость. Плач. Люди подняли вопль, плач. Все плакали, они понимали, что проблема, осада, война. Приходит Саул. Саула не было тогда, когда все это произошло. Саул приходит по мере приближения города, он слышит вопль, плач, истерику. Он приходит, ловит какого-то мимо проходящего человека, говорит, что случилось с людьми, почему такой плач в городе. Тот ему объясняет все. Вот интересно, когда тот объяснил Саул, изложил как бы главную суть, что сейчас случилось, почему такая реакция в обществе. Вот интересно, между этими словами человека, вот он изложил мысль, и первым ответом Саула, и реакцией Саула на эту новость. Там написано, сошел на него Дух Господень. Вот мне кажется, это ключевой момент. Потому что реакция Саула уже была под воздействием Духа Святого. То есть есть действия наши в любом случае. Любое действие рождает противодействие. Любое действие рождает противодействие. Но настолько важно, прежде чем предпринимать любые действия, удостовериться, что мы действуем, говорим, мыслим, поступаем под воздействием Духа Святого. Это ко всем имеет прямое отношение. Потому что человек, находясь в молитве, он по-другому ведет себя, он по-другому мыслит, он по-другому видит. Нет. Если сегодня любой, кто пишет комментарии в социальных сетях, или становится за кафедру, произносит проповедь, или пишет книгу, как это я сделал, может поставить подпись и сказать, я это заявление сделал под воздействием Святого Духа. Это как в Старом Завете «да с сейс де лор». Да, да. Можешь подписаться? Интересно, чтобы каждый себя спросил. Под любым комментарием, который мы сделали. Это просто была реакция на боль, это была реакция на проблему, на войну, на осаду. Но тем не менее, я все-таки заострю снова наше внимание и зрителей, все-таки где-то оно находит свой осадок во мне, да, находит свой осадок, когда незаслуженно, даже это может быть проклятие, оно, потому что я же человек, я же личность, со всеми своими эмоциями, амбициями, да, со всеми своими душевными слабостями и сильными сторонами, но я человек. Разумеется. Я на прошлой неделе мне выслали, говоря о себе, на прошлой неделе мне выслали один из моих помощников, ну, скажем, критику в наш адрес. И я начал читать, мои брови сразу нахмурились. И они были нахмуреными до того момента, когда я прочитал, кто подписал. И я улыбнулся, искренне тебе говорю, я улыбнулся, ну, подпись была человека, я не буду углубляться. И я улыбнулся и поблагодарил Господа, думаю, Господи, слава тебе за таких людей. Слава тебе, Господи, за таких людей. После эфира я приложу толкование тебе. Потому что, но если бы я остался с нахмуреными бровами до сегодняшнего утра... Да, почему таки написано, чтобы солнце не заходило во гневе. Да, совершенно верно. Потому что гнев — это естественная реакция, да, нас обидели. Мы реагируем на боль душевную особенно, да. Но это реакция, мы имеем право на реакцию, потому что мы люди, как ты сейчас сказал. Но мы не можем это сделать нормой. Мы не имеем права жить в состоянии злобы, в состоянии непрощения, в состоянии мести. Мы не можем жить. То есть справляйся, плачь, молись, не знаю, проси Бога помощи. Но жить в состоянии этом нельзя. И переходим конкретно. Если существует конфликт между нациями, между государствами, мы прекрасно понимаем, ты это изложил. Один из тезисов я даже зачитаю. О том, что церковь, она стоит выше этого. По крайней мере, должна стоять выше. Я один из тезисов возьму. Верующие люди, принимающие активное участие в политической жизни стран, все более и более пытаются вызвать чувство вины у тех христиан, своих собратьев, кто стоит в стороне. Непрерывно звучат слова о том, что мы должны участвовать в политике, мы должны занимать руководящие посты, мы должны штурмовать небомолитвами, мы должны захватывать СМИ, внедряться в кругу бизнес-структур. Парадокс, но я совершенно не нахожу этого в Писании. Все, что от нас требуется, это быть светом и солью, куда бы судьба нас не забросила. Церковь — это люди, это общество. И изменит общество, если уже говорить о реформах или преобразованиях города или страны, то реформы возможны не благодаря тому, что церковь у власти находится, потому что она сразу искушается тем, чтобы использовать рычаги силы, рычаги закона. Благодать, пример, подвиг веры уходит в сторону. И церковь искушается тем, это было в Средневековье. Церковь поставляла царей, церковь диктовала политику. Я знаю случаи в истории, и вы знаете, когда папа мог отлучить целую страну, и какой-то там герцог или правитель на коленях полз к папе и просил покаяния, чтобы тот простил, чтобы снял грех. То есть церковь часто злоупотребляла своей властью в истории. Потому я считаю, что сила церкви в примере. Вот я сколько себя помню с подростковых лет, я очень любил читать, Юрий, биографические книги. Меня сильно воодушевлял пример людей. Именно пример. Что такое закон? Закон это как бы правило, которое тебя обязывает к чему-то. Дети больше всего не любят нравоучений, когда ты их ставишь в определенные рамки. Но мы никто не любим этого. У англичан есть такая хорошая поговорка. Не говори детям, что делать, они все равно будут такими, как ты. Воспитывай себя. Не воспитывай детей, воспитывай себя. Они все равно будут такими, как ты. Мне кажется, что именно в этом сила церкви. Потому она не изменит общество, когда будет у власти. Она изменит общество, находясь во всех сферах этого общества. В том числе в ашелонах власти. Почему, по ходу вопрос. Когда мы оказываемся у власти, происходит какая-то с тем, которая на вершине, метаморфоза. Не в лучшую сторону. Идет какая-то деградация в худшую сторону. Некогда он был сильный, некогда он был христианин, некогда. А потом смотришь, обочина одна, обочина вторая. Наверное, потому июля. Вызвана греховной сущностью человека. Соблазн слишком большой. Когда у меня есть право, скажем, что-то поменять. Это в моей власти, так скажем, сейчас что-то поменять. Ну, возьми там, скажем, любой закон в Штатах, да. Соблазн сильно большой. Пойти и поменять. Потому что я вправе это поменять. Конечно же, я это пойду и поменяю. Но вопрос. Поменяется ли общество? Поменяется ли общество? Какая-то часть будет радоваться, а какая-то часть сожмется как пружина. И часто это большая часть населения, которая протолкнула этот закон. И она сжимается как пружина. То есть люди сдавлены и поставлены в рамки, не будучи преобразованными внутри. К чему призвана благодать? Воскресить человека изнутри, поменять его образ мышления, поменять его сущность, его природу. Но когда я делаю это сверху, я просто сжимаю эту пружину, и она сыграет в обратную. В любом случае. Это прекрасный пример то, что сделал Жан Кальвин в Женеве, в Швейцарии. Что он сделал? Навел порядок. Около 300 лет после смерти Кальвина город был образцован. Но он наказывал людей, которые пили, которые ругались, которые танцевали. Парадокс был в том, что он оставил 5 пивных заведений на весь город, переименовал их, они не назывались пивнушками, как-то там по-другому. Положил Библию на стол. Перед каждой кружкой пива человек должен произнести молитву. Пить должен в меру, чтобы мог пешком домой дойти. То есть это все называлось христианизацией населения. Понимаешь? В итоге он на цепь людей сажал. Казнил даже людей. Мы сейчас будем в туре по Европе. Мы посетим некоторые памятники людей, которых казнил, сжег Жан Кальвин. Да, он добивался своей генеральной линии, но какое-то оставило отпечаток, и мы сейчас говорим о протестантах. Мы сейчас не говорим о католиках, об инквизиции, мы говорим о протестантах. И мне кажется, что когда мы стоем на эту дорогу, мы не справляемся. Когда есть у тебя возможность быстро навести порядок или поменять ситуацию быстро, одним рощерком пера, то мы ведемся на этот соблазн. Но общество в сущности своей меняется исключительно благодаря примеру. Чем отличается революция от реформации? Революция — это перестановка режимов, кадров, политических фигур, перестановка местами слагаемых. Вот их есть у нас там три или четыре, вот мы их переставили. Быстро, с ожиданием быстрых результатов. Реформация, как реформа, от слова «форма» поменять существующую форму. Реформация — это от частного к общему. Меня реформирует Слово Божье, во мне мозги взрываются и дымят, когда Бог мне говорит в том, в том, в том. Ты не прав, ты ворочаешься на кровати, ты плачешь, ты нервничаешь, ты не соглашаешься. Потом сдаешься в послушание Христу, и ты преобразовываешься. Потом твой добрый пример, который естественное следствие твоих внутренних перемен оказывает влияние на твоих детей, на своих друзей. И они видят, что ты по-другому себя ведешь. Им совестно уже вести себя грубо. Здесь в реформации обязательно присутствует духовный элемент. Обязательно. В революции, кроме амбиций, и все, что связано с амбициями... И не только амбиции, может быть, злости, непрощения. Там целый клубок, да. Это в этом и разница. Я в Украине встретил одного из своих друзей. Я говорю, чем ты занимаешься? И меня очень насторожило его ответ. Он говорит... Ну, я знал, что он несет пастерское служение. И он говорит, ну, чуть-чуть пастыр, ну, и чуть-чуть я там в бизнес там есть, интересы свои. И чуть-чуть, не забывая, политических раскладок наших, я говорю, как можно быть чуть-чуть беременным? Вот как можно? Ты или одно, ты или другое. То есть он будет развиваться, да? То есть, ну, конечно. Ты или можешь быть пастырем, или тогда, если ты лезешь, если ты не в своей тарелке, меняй тарелку. То есть становись бизнесменом, становись, или политиком становись. Но не может быть винегрета. Потому что ты будешь терять. Ты будешь разбрасываться, расточать не в тех направлениях, куда Бог тебя поставил. Тем более, что сами принципы, как я понимаю, они несовместимы, как вода и масло. Принцип благодати и принцип закона. Принцип милости и принцип просто справедливости. Так кажется, что... Ну, разве Бог против справедливости? Конечно же, нет. Конечно же, Бог за справедливость. Но не в справедливости самый большой дефицит. Нет. Не в справедливости. Самый большой дефицит в любви. Потому что любовь, она покрывает, она преодолевает пороки. Любовь покрывает множество грехов. У многодетной мамы спросили, кого она из девятерых детей любит больше всех. Она назвала самого непослушного ребенка, который обозвал и ушел из дома. Парадокс любви в том, что она не любит любящих. Да. Парадокс любви в том, что древним сказано, люби ближнюю и ненавидь врага. А я говорю вам, вопреки этому, любите врагов ваших. И вот здесь, тогда вы будете сынами Отца Вашего Небесного, потому что Он благ, то есть добр, к Неблагодарным и злым. Это иррационально. Это невозможно. Это неестественно. То есть какая-то... Я рассматриваю любовь как одностороннее движение. Это просто... Я не знаю, как это объяснить. Это феномен какой-то. Читаешь песни-песни, да? Жених пришел к своей возлюбленной, а потом ушел. Она выбежала, его нет. Она бежит по улицам, она унижена. Ее встретили стражи, надругались. И она... Если вы встретите возлюбленного, скажите, я умираю от любви. Хотелось бы сказать, девушка, да не унижайся, ты так. Он тебя не достоин. Успокойся. Он тебя оставил. Иди, найди себе другого. Она несчастна. Она несчастна. Она ничего с собой сделать не может, потому что любовь у нас сосредоточена на другом. И потому она... Человек страдает. Любящий страдает. Не любимый страдает, а любящий, который любит, страдает. Мне кажется, что в церкви вот это есть самая могучая сила, когда любовь Божия взялась в наше сердце Духом Святым, и наша способность просто любить людей не просто в кругу своей семьи или нации. Конечно, мы любим единокровных. Мы с тобой выросли на одной улице, мы говорим на одном языке, мы в одной школе учились. Конечно же, я тебя люблю, и ты меня любишь. Но это естественная любовь, это душевная любовь. Это присуще всем людям. Всем. Если мы говорим о любви Агапе, о любви естественной, она выше этой душевной. Видишь, ты пошел в идеал, к сожалению. Ты пошел в идеал, да, к сожалению. И очень правильно, вот направление очень правильное. Когда сталкиваемся с реальностью, к сожалению. И, наверное, здесь и очень важен процесс преобразования нашего, и ума, и мышления преобразования. Потому что, по большому счету, вот мы говорим о сущности церкви, мы говорим, вот ты затронул тотчас любовь, это и есть основная, наверное, это стержень, это основополагающее, то, что должно, по крайней мере, объединять нас всех, на всех пяти континентах. То есть мы настолько должны быть выше мишуры политической, военной, всякой, все, что не связано с этим, настолько выше. Если он встречается на твоей дороге, любовь победит. Но, если нет любви, оно победит тебя. Несомненно. Вот я встречался с одним человеком, он в Канаде живет. Не встречался, говорил по телефону, я знаю этих людей, его брата знаю. Он рассказывает о своей дедушке и бабушке. Когда они уверовали, в далеких, там, 30-х или 20-х годах, уверовал первым дедушкам. Бабушка была православной, переносить на дух не могла евангельских христиан, да. И она пошла к своему отцу, и попросила совета, что делать с мужем, который стал ходить к сектантам. Отец сказал, попытайся его опозорить, унизить. Ему должно стать стыдно за свой выбор. Знаешь, что она делала? Каждый вечер, когда, это правдивая история, знаете, их людей, написана книга об этом, я ее всю прочел. Знаешь, что она делала? Каждый вечер, когда она вставала на колени молиться, возле своей кровати, она брала в ведро помоев свиных и выливала ему на голову. Заканчивая молиться, он шел, принимал ванну, мылся и ложился спать. Так продолжалось. Три месяца. Каждый вечер эта женщина выливала. Я в шоке с этого мужчины. Я в шоке с этого мужчины. Правдивая история. Когда она устала это делать, и, наверное, свиньи похудали, она побежала снова к отцу и сказала, папа, не работает, нужен другой совет. Он меня позорит. Вся деревня уже говорит об этом. Он сказал, попробуй последний метод. Когда он пойдет к сектантам на молитву, возьми деревянный дубину. И просто избей его. Он как мужик этого не выдержит. Он перестанет туда ходить. Она взяла деревянный дубин, пошла на молитвенное собрание сектантом. Замахнулась его ударить, потому что не молились с закрытыми глазами. И вдруг с ней что-то случилось. Она сильно начала рыдать. Дубина выпала из ее рук. Дух Святой нашел на нее. Она схватилась за его ноги и сказала, начала просить прощения. Какая скверная. Прости меня. Я удивляюсь вот этой сверхъестественной силе твоей любви. Короче, на нее сошел Дух Святой и Бог ее спас. Это Ильины. Я сейчас об Ильины их рассказываю. Это их дедушка и бабушка. Понимаешь? Я говорю, почему сегодня не рассказывать эти примеры? Почему? Это же классика христианской жизни. На этом все всегда строилось. Все христианство строилось на элементе сверхъестественной любви и прощения. Мы же сегодня переключились на тему справедливости, равенства, права, демократии, судов. Мы поменяли наше богословие. Это страшно. Человек говорит мне, да, я поменял богословие, потому что в моем бакьярде война. Я говорю, я тебя понимаю, но обстоятельства не могут менять богословие, если это мы говорим о чистом евангельском богословии. Не должно ли Евангелие менять нас или проверять нас, или утверждать нас, чтобы мы могли все преодолевшему стать? Не должно ли быть наоборот? К сожалению, к стыду нашему, не менее великому прискорбию, наша теология, она, опять же, я ссылаюсь на грешную, на такую сущность, грешную сущность, она влияема под воздействием внешних факторов. Кто-то там встал во главе, кто-то там еще что-то, там произошла революция, там недоразумение, там какие-то междоусобицы, и моя теология, к сожалению, она меняется, то есть она, она, и к стыду, не в лучшую сторону меняется, то есть идет подстраивание, к сожалению, подстраивание, а еще, кроме внутренних, как бы адаптируется, да, совершенно верно, тоже температуру обретают, на этом уровне мыслят. И вместо того, чтобы искать ответ, как ты говоришь, по вертикали, мы ищем себе подобных или что-нибудь. Александр, друзья, мы встречаемся, кстати, это прямой эфир, Александр Шевченко со мной, старший пастор церкви, «Дом хлеба». Мы говорим относительно, я вспомнил, ты помнишь книгу, предназначенная для престола. Не помню, кто написал. Лет 20 назад, никогда не забуду. Там сильные... О церкви, да? О церкви. Говорит, ради церкви, на земле, на той планете, что названа земля, восходит солнце и заходит солнце. Ради церкви, ради церкви луна встает над горизонтом. Ради церкви отливы и приливы. И он настолько это красиво изобразил. Я тогда читал, будучи молодым служителем, открыв рот. Так вот, что самое основное... Какой его статус? Вот, статус. Вот это местоположение, вот это самое основное, что есть на земле, самое основное. Из всех континентов, на всех материках... Всех групп социальных, да? Всех, всех. Не считая ни Белый дом, ни Черный дом. Самое основное это церковь. Самое основное. Тем более, Христос сказал, как было во дне Ноя, как было во дне Лота. В день, в который... Ноя вошел в Ковчех, суды Господни открылись. В день, в который Лот покинул Содом, излился дождь серный. Так будет пришествие Сынного человека. Что он пытался сказать? Что Ной был удерживающим фактором, да? До тех пор, пока не взят из среды, удерживающей тепи. Гнев Божий был над миром первым, да? Первый мир был потоплен водой. Единственная личность, которая удерживала и оттягивала, это был Ной. Да. Единственная личность, которая оттягивала казнь Содома и Гоморры и крестных городов, это Лот. Потому там прямо в день, который, наверное, в час, который он вышел, излился дождь. И Христос проводит параллель. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если бы мир понимал, что суды Божьи удерживаются над нашим миром только благодаря Церкви Иисуса Христа, потому что она тот удерживающий фактор, она ходатайствует, она находится здесь, среди скорбей, среди унижения. Мир бы, наверное, ноги целовал бы Церкви. Но мир этого не понимает. В два раза больнее, что Церковь пытается убрать границу между светским обществом и Церковью, как собранием людей. Но это конкретно статус, это отдельные люди, они отделены. Ну как это сказать? Господь отделил для себя святого, своего. Это освященные люди. Что такое осветить человека? Это когда парень выбирает девушку. Вот их сотни там разных знакомых, подружек, да, и вдруг он раз и останавливается на одной. Что такое освящение? Это отделить для себя. Вчера она была ничейной. Потому Господь нас отделил для себя, святого Своего, для себя забрал. Мы принадлежим Ему. Весь мир всегда делился на две группы людей. Свои Богу и чужие Богу. Как бы это ни звучало. Бог судья всех людей, но Отец не всех. И Спаситель не всех. Мы небожители по большому счету. Да. Даже находясь, где бы мы не были, нас, как ты верно подметил статус, мы граждане неба, я так понимаю и так буду понимать. И нахожусь ли я в Украине, в России, в Белоруссии, в Америке, в Китае, в Индонезии или в Австралии, я небожитель. Ноги ходят по земле, а уже голова находится не в облаках, наверное, в вечности. Мы ближе к философии Сергея Есенина, когда он говорил, если кликнет рать святая ангелы, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Ну и что? Да. Где-то в одной из твоих глав ты пишешь в книге церковь и гражданского общества о том, что церковь, Бог смотрит даже на церковь как-то вот так ты выражаешь свою мысль, ты меня поправ. Даже мы сильны, даже должны быть по крайней мере сильны не в том, что мы делаем, а в том, кем являемся, кем мы есть. А я уже от себя как читал это и думаю, а то, кем мы являемся, оно будет влиять на то, что мы будем делать. Это относительно и церкви, относительно личности как меня. Даже Богу не важно то, что я делаю, но то, кем я есть. Да, не столь важно, что я делаю. Поэтому возвращаясь к работе и к движению церкви, и если бы мы заполучили, почему я говорю идеал, ты вот изложил идеал, если бы мы заполучили и вот стояли в этом как фундамент, имея в этом, понятно, что наши, все наши действия, все наши деяния, они будут исходить из того, но никаким образом не наоборот. Я беру вот это, вот то, что вокруг, а потом стараюсь это... Понимаешь, что неприятно, Юрий, и все, которые нас сейчас смотрят, неприятно то, что мы, живя среди этого общества, в разы, в сотни раз больше читаем интернет, новости, смотрим каналы разные, чем погружаемся в присутствие Божье. Поэтому мы, как огурец, который порежет хозяйка, бросит в рассол, да, он три дня там полежал, мы называем его малосольным там, или он обретает вкус этого рассола. Мы проквасились не присутствием Божьим, не то, что с Саулом произошло, а мы стали частью этого общества, мы мыслим, как это общество, мы порываемся, как это общество, мы действуем, как это общество. Из-за этого... А, еще самая большая сложность в том, что мы теперь пытаемся Бога и Евангелия вплести и усилить нашу абсолютно человеческую позицию обосновать Писание. То есть мы людей не увлекаем любовью к небесам, мы не показываем другую перспективу. Нам нечего предложить людям, мы Бога берем на вооружение. То же самое, что произошло с Гитлером, когда он пришел к власти, что он внушил немецкой нации вот эту идею национализма. Что она начала зашкаливать. Мы люди голубой крови, да? Мы особенная нация на земле. Арийцы. И в это вплели Бога. И церкви, церкви, много церквей, большая часть церквей повелась на что? Это потом и Гитлер стал извергом, и в истории остался как изверг. А в начале так не было. Церкви повелись на то, что да, мы особенная нация, у нас особенная миссия и называться даже стали рейх церкви. И сейчас свастик это ужасающий знак. А тогда это что-то было, элемент национальный, общенациональный, любой. Сейчас можно любой взять, национальный костюм какой-то, да. И если это усилить идеи националистические, то почему на кафедрах немецкой церкви позаменяли крест на свастику. Потому что пришла идея национальной церкви. Что сегодня происходит? Если церковь скрещивается с государством, она становится национальной церковью. Государственной. Государственной церковью, да. А кто там, Аврелий Августин или кто-то сейчас из отцов церкви сказал, как только церковь женится на государстве, она будет бездетной. Церковь обречена, она становится орудием в руках государства. Это мощная политическая сила. Это группа людей с Богом, со знаменами. Теперь работает исключительно на интересы отдельного государства. А в чем амбиции отдельного государства, тем более с острыми национальными запросами? Подавить другое государство, стать на голову выше. И по большому счету манипулировать рычагами для того, чтобы власть удержать. И это все. Разумеется. И церковь оказывается как бы ступенькой. Церковь использует и просто использует исключительно в национальных интересах. Вот тебе медаль епископ и пастор за заслуги перед Отечеством. Служи Отечеству. Служи Отечеству. И мы ничем не отличаемся от православной церкви, которая всегда была государством. Александр, ты, я считаю, поставил точки над и. Почему? Потому что тебя обвиняют некоторые в том, что ты больше стал пророссийский. Пророссийский. Но ты стоишь над этим. Я так понял из твоих, что ты не про тех и не про тех. И не про американский. Ты стоишь выше этого. Это будет сказано в заслугу. Очень стараюсь. Но ты в смирении это прими, не возгордись. Почему? Потому что я тоже где-то читал, что навалились на тебя в блогах и во всяких этих социальных медиа о том, что все-таки ты более пророссийский и, так сказать, менее патриотичен по отношению к своей родине, так называемой Украине. Я думаю, что любовь, Юрий, любовь, это категория отношений с личностью, а не с местностью. Когда говорят я люблю свою родину, это очень как бы сложное, даже у Лермонтова есть, люблю отчизну, я на странную любовью. Есть что-то странное в любви к местности. Я понимаю, что есть язык, есть история, я все понимаю. Я достаточно хорошо учился, уважался. Я считаю, это привязанность, это не любовь. Да, я разделяю. Я разделяю. И опять же, смотря какой у тебя был опыт, вот скажем, давай сейчас позовем Юрий, твоего отца сюда и спросим, какая у него огромная любовь к своей земной родине, которая забрала сколько, 10 лет его жизни? Да. Да? Да. Вот у него такие ассоциации с родиной, приблизительно, как у моего отца. А, конечно, когда родина тебе дает награды, заслуги перед отечеством, когда тебе деньги дают, когда ты на высоте, конечно, ты за такую родину, как крестовые походы, готовы пойти куда угодно и делать что угодно. То есть, вот это уже и ступени патриотизм, национализм, фашизм. Это развитие всей той же ветви. Вроде бы, патриотизм, это позитивно. Я лично считаю, что люди, и христиане в том числе, должны быть патриотами. Я могу очертить свои берега и свои понимания патриотизма. Но если его не удержать, он вырастает в национализм. Если не удержать в национализм, он вырастает в фашизм. Там есть еще средняя производная. Я еще в этот перечень ввожу понятие такое, как шовинизм. Между национализмом, это небольшой ликбез для нашей зрители, между национализмом и фашизмом существует, в этом пробеле существует шовинизм. Шовинизм это реакционный национализм. Более реакционный, чем национализм. Это называется шовинизм. Хорошо, буду знать. А затем идет фашизм. Вот признак фашизм, скажем, как бы я очертил, это не моя мысль. Кто-то из философов прошлого столетия сформулировал это таким образом. Фашизм это, когда человек делит нации на хороших и плохих и говорит, вот эта нация хорошая, вот эта нация плохая. Так не бывает. В каждой нации есть хорошие люди и плохие. Несомненно. Потому это уже обольщение в крайней форме. когда человек не способен видеть плохого в своей нации и не способен видеть хорошего в другой нации. Это обольщенный человек. А патриотизм, я считаю, это нормально. Любить свой народ, любить свою культуру и использовать эту любовь и знание ментальности своего народа использовать для лучшего донесения Евангелия. Для того, чтобы более понятно изложить людям суть благовестия, чтобы с ними иметь общий язык, расти за одним столом. Все пророки были из своего Отечества. Это не были иностранцы. Иностранцы были. Бог послал там Неневию, скажем, Иону, но там должны быть знамения, потому что там иностранцы не воспринимают. Вообще, надо вложить в себе в голову то, что иностранцев всерьез не воспринимают. У них должно быть что-то. Либо денег много, чтобы их воспринимали, либо они с чудесами должны приехать. Что-то должно быть. А именно из своего Отечества должны быть люди, которые знают этот народ, любят этот народ. У них не один пуд соли съели с этим народом. И если они любят этот народ, понимают этот народ, а способность понимать народ нераздельна со способностью любить этот народ. Ты понимаешь человека, потому что ты его любишь. Ты сострадаешь ему. Потому лучшее, что может сделать церковь, любя свой народ. Я говорю сейчас о способности церкви служить в своем этническом окружении. Территориально. Территориально. Это именно знать культуру своего народа, любить свой народ, любить свой язык, свою мову, да, и служить своему Отечеству, вот донося благовестие, показывая добрый пример с учетом. Как мы реагируем на той части прослойки наших соотечественников, которые очень реакционно, очень критически и категорически они относятся, называя себя патриотами, находясь в Америке или в Канаде, но они реагируют на все остальное. Мы уже чуть бегло прошлись по этому, но я хочу возвратиться. Как мы должны реагировать? Их так много, я встречаюсь с ними неоднократно. Одному я доказывал, что я даже больше россиянин, наверное, чем я украинец, но это не меняет сущности того, что на первом месте я христианин. На первом месте я христианин. То есть и с этим связано все, что является собой христианство. Все остальное это я американец, украинец, россиянин, в Москве я, наверное, прожил больше, чем многие из наших зрителей. Но это не меняет сущности того, как я отношусь к россиянам, к украинцам, к белорусам, к американцам, к японцам, к китайцам. Я работал, Алекс, в одном офисе и у нас был действительно сплошной интернационал. Там был и японец, там был и кореец, и вьетнамцы были, но когда украинцы, россияне, белорусы были, ну, интернационал. Когда мы сходились вместе, мы молились. Ну, я же чувствовал такое единство, ну, прямое, ну, искреннее единство с этим японцем, которого я только моим начальником был. И когда я его хоронил, у него на похоронах речь говорила, прям при многотысячном в центре Сиатла американском обществе. И я выражал свою любовь настолько, это для меня образец, я говорил, в Америке это стал мой духовный наставник. Вот. И поэтому, если мы говорим, что патриотизму должно иметь место, но, но в рамках, в определенных рамках, до определенной черты. И эту черту, когда мы переходим эту черту, может это, может это и категорически, но когда мы переходим черту, там уже грех, где-то там уже это граничит с грехом. И мы должны не забывать, контролируя и свои уста, и контролируя самого себя, и то, что мы говорим, и даже то, что мы думаем, которое мы должны не забывать, что мы же дадим отчет, мы же по большому счету дадим отчет в день суда. Это обольщение, Юрий, это обольщение. Я понимаю, что оно вызвано болью, что кто-то кому-то досадил, и Тарас Шевченко досписал чернобриви, то-то украинцы, девчата, не кахайтеся с москалями. Это ярко, это вот шовинизм, да, по твоему определению. То есть это не имеет никакого отношения. Там есть хорошие люди, там есть плохие люди, там есть хорошие люди, плохие люди. Это то, что опять же сделал Гитлер, когда он пришел в Польшу. Любой поляк, который был женат на еврейке, или любой еврей, который был женат на польке, их разделяли, их унижали, их заставляли носить таблички. Я, там, еврейская свинья, там, да, был женат, была замужем, была замужем за евреем, да. Это сознательно созданный конфликт. Церковь должна его преодолеть. Я не знаю, ты видел многомиллионный просмотр на Ютубе, абсолютно правдивый эксперимент. Я не знаю, или вас позволят на канале это показать. Если бы в конце нашей передачи то включить 2-3 минуты. Потрясающий клип. Значит, ученые здесь в Соединенных Штатах взяли ДНК. 5 или 8 поколений назад вот следили, кто от каких корней. Перед этим они пригласили группу из 40 человек и спросили, кто ты? Ну, мои корни, там, африканцы, да, я коренной, там, один человек, там, я арею, у меня чистая кровь, да, сидит, я не переношу, но запах, там, вот этих вот, вот этих вот, да. И они их собрали, взяли их слюну, они в бутылочку плевали, потом взяли тест ДНК, потом их через 2 недели собрали и с высокой степенью вероятности показали, насколько они все близки, насколько все нации пересекаются, насколько Бог от одной крови произвел весь род человеческий. И самым большим шоком было, что одна девушка была очень уверена о себе и этот, эти ученые, там целая коллегия была ученых, они говорят, мы имеем большой сюрприз для тебя, для этой девушки. В присутствии этих всех 40 людей, над которыми делали эксперименты. Он говорит, здесь, среди этих 40 человек сидит твой родственник, самый настоящий. Вау! Она так поворачивая, губа дрожит, да, кто? И они называют по имени человека, говорят, это твой брат, там разбежность в одно-два поколения. Ты видишь. Они нашли его, да? И он даже физически на него похож. Они начали рыдать вдвоем. А перед этим, показывает их интервью, какая у них антагонизм, неприятие просто друг к другу, к другим нациям. И в итоге все мы понимаем, что это все сделал сатана, дьявол все это сделал. Так настроит людей один против другого. Александр, я перейду к сложному вопросу. Я не менее, то есть я не сомневаюсь, что все-таки есть тебе ответ. Смотри, очень сложный вопрос. Знаешь, какой? Что мы скажем тем из наших зрителей, которые ратуют за то, что власть, которую я заполучил, или я имею, не такова? То есть христианин говорит, я этой властью не удовлетворен. Вот мне не нравится. И ты мне доказываешь. Вот смотри, он делает одно, другое, этот президент, приемлемент, это министр, это Рада Верховная или Государственная Дума или Законодательный Совет. Они делают то, 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 и то. Это не мое. Слушай, это не мое, это не мои. То есть как ты реагируешь на вот такого рода заявления, к примеру? Что делать? Если у тебя глава, как выживаться с этой власти, есть глава, есть очень много, я просто могу маленькую подсказку сделать тем людям, которые серьезно хотят обратить внимание на библейское учение, если это имеет ценность для наших зрителей, да, и кто-то хочет всерьез, более глубоко отстраниться от своих уже накатанных мыслей, стереотипов, все-таки посмотреть Библию. Введите в поисковую систему слово «дано» или «дана», да, и вы встретите десятки текстов, где «дана» была ему власть, например, зверю, была дана власть там, дана была власть солнцу, сжечь людей, дана была власть на ухо дону. Ты делаешь ударение на «дана» все-таки. Кто ему дал власть? Разумеется, разумеется, все равно Даниил приходит в заключение «Бог поставляет царей, Бог низвергает царей». И потому вот это, если мы говорим о христианском богословии, если мы говорим о христианской теологии, да, потому что демократическое общество понимает, что мы сами ставим, но нас не устраивает, мы сами снимаем. Окей, я ничего против не имею, модель понятна и оправдана, если смотреть с демократической позиции. Но если мы говорим с людьми, причисляющимися меня к церкви, то мы понимаем, что Бог есть верховная власть и верховный судья. И потому вот сейчас мы накануне выборов в Соединенных Штатах, да, я смотрю, что творится. Общество, общество, именно общество дошло до такого состояния, что оно достойно своего вот этого царя. Да. Именно общество, оно требует этого царя. Хорошо, будете нести игорь этого царя, он будет вас добивать. То есть есть какие-то процессы, есть то, что взаимосвязано. Даже в Израиле, который был Божий народ, когда Бог поставлял царей, люди не справлялись. Здесь много факторов есть, что даже Богом избранный царь, и он может не справляться. Божий помазанник и назарей Самсон не справляется, втягивается в личные разборки с филистимлянами. Есть несколько важных факторов, когда либо люди не справляются, их Бог поставляет, либо общество заслужило просто такого вот правителя, потому что повелось на обольщение, уже докатилось до ручки. Здесь много разных факторов, но как сама модель нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Мне понравилось, я недавно, пару недель назад сидел с одним человеком, и его отец в молодости, отцу сейчас 90 с чем-то лет, уже при смерти, уже пожилой, лежачий человек, и его отец 10 лет в свое время забрали его в российскую армию, принудительно служил, а потом дали 25 лет лагерей, но отсидел только 15, и он говорит, его Вова зовут, Володя, он говорит, я сел возле своего отца, вот недавно, я говорю, пап, у тебя есть как бы вот обида, обида, как с тобой поступила власть советская, 25 лет, лучших лет твоей жизни, он говорит, Володя, если бы у меня была обида, я бы не жил, она бы меня съела изнутри, я под Богом хожу, время было такое, Бог позволил этому быть, мы все жили в такой период, у меня нет обиды, обижаться на власть, это обижаться на Бога, мыслит категориями вечности, мыслит выше, ты подумай, Юрий, еще такие аргументы, подумай, как было сложно Иеремии, Иеремия в осажденном городе говорит, сдайтесь на вуходоносору, так говорит Господь, представь, как он поддерживает руки своей нации, сдайтесь на вуходоносору, вы будете жить, так говорит Господь, да его били, кому не лень, даже ты утверждаешь, что даже коррумпированная власть это от Бога, потому что это не царствие Божие, это не царствие Божие, чтобы нам говорить, что Бог поставляет только идеальную власть, идеальную власть у Бога, Бог есть идеальная власть, но мир коррумпирован весь, потому как в этом мире может быть власть не коррумпированной, как? Разумно, да. Мне один человек говорит, я эту власть не переношу в Украине, я говорю, слушай, а ты когда ездишь на поезде, я говорю, лично с тобой ездил, ты же, говорю, первым делом, как ты входишь в поезд, достаешь 20 долларов своих американских, даешь проводнику, чтобы тебя перевели в VIP, вагон, не вагон, ну вагон, да, дали тебе купе. Зачем ты говоришь о высоких эшелонах власти? Мы, ты верующий человек, и ты это делаешь абсолютно первым делом, потому что вся страна такая, и ты такой. Мир такой. Весь мир лежит возле. Это хороший аргумент, кстати. Когда мы ищем для себя каких-то более комфортных условий, как христиане, мы как пастыря, даже епископа, может и Папа Римский это, мы с удовольствием где-то подплачиваем и проплачиваем. Так если ты будь, если ты уж такой, так будь до конца, ну принципиальный будь до конца, и Богу это тоже будет нравиться очень. Да. Александр, такой интересный вопрос. Может быть неожиданный, но так с глазу на глаз. Я знаю, что в церкви, у тебя большая церковь, и есть разные люди. Ну, не называют это лагерями, ну просто... Разными регионами. Разномыслие. Даже, наверное, апостол Павел говорит, должно быть разномыслием, дабы искусственные открылись. Как приходится тебе, потому что рубить с плеча ты не можешь, даже с кафедры не можешь. Ты можешь только быть носительным словом, носительным истины, его откровений, для того, чтобы излагать истину, а вам выбирать, вам выбирать, кому вы будете слушать, как писание. Ну, если можешь, с глазу на глаз, и чуть-чуть по секрету всем. Ну, нелегко же. Да, Юрий, ты совершенно прав, и ты ответил сам на мой вопрос, и это действительно мой метод работы с людьми. Моя ответственность заканчивается там, где я передаю Слово Божие. Я действительно не хочу унижать людей, заставляя их что-то делать. В отличие от многих других людей, от большинства людей, пастырей, мои все проповеди записываются на видео. Потому, если люди хотят посмотреть, как я говорю с церковью, как я проповедую, какие мысли излагаю, это все на видео, я ничего не прячу. Потому, нет, я не пользуюсь никакими другими методами или рычагами воздействия на сознание людей, я никого не подговариваю. А запреты? Нет никаких запретов. Абсолютно. Я бы вам не рекомендовал посещать это мероприятие. Я, как ваш пастор, не рекомендовал бы вам посещать это мероприятие. Но, это ваш выбор, вы люди взрослые, и вы несете личную ответственность за свой выбор. И я так действительно делал. А в большинстве случаев даже этого не говорил. Люди хорошо знают мою позицию, потому я за то, чтобы развивать людей, чтобы общество развивалось. Это не детский сад, это не младенчество, когда ты за людей решаешь, что им делать, куда идти, что говорить. Это не лозунг. Это диктатура. Все подняли руки, все повернулись направо. На первое-второе рассчитать. И для меня это унизительно. И я не собираюсь так работать с людьми. Пусть каждый делает свой выбор. Я излагаю свои мысли, я основываю их на Писанию, а каждый поступает как знаешь. Несмотря на то, что достаточно накаленная обстановка была и в какой-то степени остается, я не знаю ни одного случая за эти последние три года военного конфликта в Украине, ни одного случая не знаю, чтобы человек ушел из церкви исключительно по этой причине. Мне неизвестен ни один случай. И неизвестен ни один случай конфликта. Ни в домашних группах, у нас их много, ни в церкви неизвестен ни один случай ярко выраженного конфликта на этой почве. У меня даже был случай, я раз на сцене стоял на колени и сказал, я не перед Богом стою на колени, я перед вами стою на колени. Вы церковь Иисуса Христа, вы невеста. Я вас прошу, сохраняйте свои одежды незапятнанными во зло, не злословьте друг друга. И это пройдет. Оставайтесь чистыми перед Богом, несите добро, несите любовь, несите созидание. Мы преодолеем это. Имеешь ли ты в своем сердце право на мнение, право на мнение другой стороны, даже из числа известных служителей, которые не разделяют твою точку зрения? А ну еще раз, Юрий, в твоем сердце есть ли место для понимания для той части служителей, не будем говорить противоположного лагеря, мы будем говорить тем, которые по-другому понимают и говорят, Александр, твою точку я не разделяю. Нет, ну разумеется, правда у Бога. Когда люди говорят о правде, я за правду. Я всегда говорю, у каждого своя правда. И не надо говорить, что у меня я бы сказал так, правда одна, она у Бога, а у каждого из нас своя неправда. Мы все субъективны, Юрий, все субъективны. Я обычно, знаешь, как говорю на это, что абсолютно право на истину, абсолютную истину имеет только Бог. Все остальное это относительно. Даже наш эфир сегодня, я прекрасно понимаю, что это всего лишь моя позиция, и я за нее буду отвечать перед Богом и перед людьми. Это был Александр Шевченко. Друзья, я думаю, что вам было интересно и назидательно. Мы говорили, мы беседовали, рассуждали, излагали, а вы услышали, и вам решать. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте, будьте благословен. Еще раз, Александр, Господь благослови в служении, в семье, во всех твоих миссионерских делах, проектах. Кстати, книгу Церковь и гражданское общество можно бесплатно скачать на нашем сайте. В интернете, в электронном варианте. Есть и ваш сайт, ваш сайт, это угол. угол.org 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 Все, друзья, будьте благословены. Еще раз мы уходим из эфира. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»